1 сентября школьники пойдут на линейку с цветами. И это такая российская традиция. Но дело в том, что в большинстве случаев цветы не выращены на своей даче, а куплены. Куплены в магазине или на рынке. Каждый такой букет обойдется в среднем от 500 до 1000 рублей. В 2016 году по всей России в школу пошло примерно 14 миллионов детей. Если даже допустить, что половина из них принесет школу букет цветов, потратив на него около 500 рублей, то в один день 1 сентября в России на цветы будет потрачено 3,5 миллиарда рублей. Как минимум 3,5 миллиарда рублей. По данным статистики, в российских школах работает 1 миллион 200 тысяч учителей. Давайте представим, что 1 сентября каждому учителю, то есть нам, можно подарить по одному букету. Все остальные букеты, которые потенциально завянут в учительской, дарить не будем. Ну пусть это будет красивый букет за 1000 рублей, например. Таким образом, мы сэкономим как минимум 2 миллиарда 300 миллионов рублей. 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Это невероятная сумма. Этой суммы хватило бы на несколько лет работы первого детского хосписа в Москве и детской региональной программы фонда Вера. Это 700 детей по всей стране, которые родились со сложными нарушениями или тяжело заболели. Их нельзя вылечить, но им можно помочь. 1 миллион рублей стоит аппарат искусственной вентиляции легких с расходными материалами, которые позволят ребенку находиться дома. Дома со своей бабушкой, со своей кошкой, со своими игрушками. Они в белых стенах реанимации. Пол миллиона. Это где-то 500 букетов. Столько стоит откашливатель. Это специальный сложный аппарат, который помогает ребенку кашлять. 350 тысяч рублей стоит крутая инвалидная коляска, на которой ребенку будет по кайфу сидеть. На ней он сможет разворачиваться, на ней он сможет ездить в школу, сидеть с друзьями, смотаться в кино. Иначе без такой коляски он будет просто прикован к дому. Десятки и сотни тысяч рублей стоит оплата нянь для таких детей на год. Няня нужна для того, чтобы у мамы было время сходить в прихмахерскую, сделать маникюр, сходить в магазин и купить себе что-то, чтобы быть для папы самой красивой. Без няни мама превратится в медсестру 24 на 7. Для того, чтобы каждая семья получила помощь вовремя, нужно подарить не несколько букетов от класса, а только один. 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 Остальные деньги направить на помощь тяжелобольным детям и их родителям. Дети вместо цветов. Дети вместо цветов. Пожалуйста, дети вместо цветов. Ваша помощь не завянет. Подробности акции «Дети вместо цветов» можно узнать на сайте Фонда Вера.